Король роялей наконец-то прописался в Чебоксарском музыкальном училище имени Павлова. О его приобретении здесь задумались несколько лет назад, но только сейчас этот инструмент смог дать первый концерт в Чебоксарах. Можно сказать, что рояль попал сразу с корабля на бал. В музыкальное училище его привезли 7 июня. Больше недели специалисты готовили инструмент к сматринам, собирали и настраивали звук. О приобретении стейн-вэя в Чувашии задумывались давно, но воплотить эту мечту в реальность не удавалось долго. Стоимость рояля превышает 6,5 миллионов рублей. Эту сумму собирали все миром. В училище устраивали благотворительные концерты, свои взносы в общую копилку вносили спонсоры, но большую поддержку учебному заведению оказало правительство республики. Для преподавателей-студентов это значимое событие. Специалисты говорят, что в первую очередь стейн-вэй поможет поднять на самый высокий уровень качество подготовки будущих музыкантов. Одним из первых новые рояли испытали в действии именно они. В училище для дорогостоящего музыкального инструмента устроили настоящий концерт. Но уже осенью его ждет и другой экзамен. Услышать звуки стейн-вэя смогут все желающие. Для чебоксарцев на нем будут играть профессиональные пианисты. Мы планируем пригласить директора компании стейн-вэйцанс и коммерческого, и настройщика Владимира Ивановича с целью нам уже по-настоящему презентовать со всеми церемониями. Все это будет красиво, я думаю. На своем первом концерте стейн-вэй исполнил только три музыкальные композиции. На нем играли самые лучшие студенты училища. В учебном заведении накануне презентации даже устроили своеобразный кастинг. Первый экзамен рояль не провалил, профессионалы поставили ему отличные оценки. Многие отметили, что отличить его звуки от других клавишных инструментов возможно с начальных нот. Уже осенью эту разницу смогут почувствовать и все студенты училища. Стейн-вэй вольется в учебный процесс, а пока он тоже уходит на каникулы. Преподаватели училища говорят, что только на такой музыке в провинции возможно подготовить настоящих виртуозов. Обычные рояли уступают ему в разы. Недаром многие называют инструмент «королем королей». Его приобретают для лучших концертных залов Рима, Берлина, Токио. Теперь и республика соответствует этим стандартам. Правда, требует рояль особого ухода. Мало приобрести, нужно его еще содержать в определенных условиях, с определенной температурой. Климат-контроль и так далее, и тому подобное. И очень бережная должна быть, бережная не в плане осторожная игра, а грамотная игра. Разбить можно все, что угодно, но именно грамотная. И, конечно же, как и любой инструмент, он должен разыгрываться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!